Цветная глазурь вместо красок, а печенье по оригинальному рецепту заменяет холст. Совсем еще юные мальчишки и девчонки с удовольствием участвуют в мастер-классе по необычному виду изобразительного искусства. Казалось бы, ничего необычного, только табличка на двери в отделение сразу наталкивает на совсем нерадостные мысли. Сразу понимаешь настоящий героизм мам, которые, несмотря ни на что, улыбаются вместе со своими детьми. Для отделения это особый день. Во всем мире он называется Всемирный день детей, больных раком. Вот и благотворительный фонд «Сохрани жизнь» позвал своих единомышленников из центра Зориана, чтобы порадовать ребят. Вот такие вот всякие замечательные штуки получаются. Там и птички, и сердечки, жирафики. Вот такие вот здоровские есть. Вообще мы периодически проводим мастер-классы в онкоцентре. У нас мастера наши приезжают. Следим только за тем, чтобы это было доступно детям, чтобы они могли именно и физически это сделать, и чтобы это было для них безвредно. После игровой программы и мастер-классов ребята разошлись по палатам. Совсем скоро к ним в гости обещал прийти самый настоящий клоун. Далее ожидает проект «Больничный клоун». Это Андрей Якин, волонтер, приходит к нам в отделение каждую неделю, для того, чтобы поднять настроение у наших детей и наших родителей. Это очень огромный вклад в выздоровление наших подопечных. Больничный клоун действительно появился. Этот человек, как уже рассказала Светлана, обычный волонтер, который абсолютно бесплатно развлекает ребят, по-ребячески шутит и поет детские песни в отделении, где маленькие пациенты ведут борьбу за свою жизнь с тяжелым недугом. Наверное, это в большей степени создание микроклимата. Дети должны понимать, что они остаются детьми, у них должны быть такие же детские радости, как и у тех детей, которые сегодня находятся дома, которые находятся, может быть, где-то в других местах, отдыхают. Эти дети должны понимать, что они такие же, как и все, они не выброшены из общества, несмотря на тяжелую болезнь. Волонтер в образе клоуна не забыл угостить ребят блинами. Так уж получилось, что Всемирный день онкобальных детей выпал на Масленичную неделю. Ну а дети есть дети, им только дай повод повеселиться и наесться вкусностей. К слову, в настоящее время фонд ищет волонтеров и вообще желающих, кто обладает хотя бы толикой актерского таланта и желанием порадовать детей отделения на добровольных началах. Клоун Андрей вскоре должен покинуть свой пост. Кроме того, любой может перевести денежные средства и помочь больным детям. Как говорят организаторы фонда «Сохрани жизнь», даже 10 рублей могут стать решающими в чьей-то судьбе. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.